Кавказский алабай и овчарка. Смесь, сравнение. Сегодня популярностью пользуются многие крупные породы собак, в частности кавказский алабай. Вокруг этой разновидности возникло много легенд. Ее путают и с кавказцами, и с алабаями, тем более что определенное сходство между ними есть, особенно внешне. Но на самом деле алабай, это отдельная порода, хотя теоретически она и считается разновидностью среднеазиатской овчарки. Кавказцев также выделяют в отдельную породу. А кавказский алабай остается метисом, то есть помесью, хотя по своим характеристикам ни в чем не уступает чистопородным животным. Особенности кавказца и алабая. Ценители крупных пород собак часто стоят перед выбором, кто лучше, алабай, кавказец или метис, то есть помесь этих пород. На самом деле разница между этими собаками не так велика, и в основном она заключается не столько в физических характеристиках, сколько в особенностях характера. Алабай – очень мощная и злая собака. Кто больше, алабай или кавказец? Алабай считаются более крупными животными. Средний рост кобеля доходит до 78 сантиметров, а весит он при этом 80 килограммов. В то время как у кавказца средний рост составляет до 75 сантиметров, а весит представитель породы порядка 75 килограммов. Приведенные характеристики относятся к кобелям, а вот суки отличаются примерно одинаковым ростом в 65-69 сантиметрах, для каждой породы. Но при этом девочки алабая и весит меньше, в среднем около 50 килограммов. Разумеется, в каждом конкретном случае все зависит исключительно от данных самой собаки и от того, в какой форме она находится. Кавказская овчарка. В чем они схожи, будь то кавказец, алабай или смесь этих пород, главные их черты – это преданность хозяину и бесстрашие. Этих собак выводили в первую очередь как сторожевых псов, что отразилось и на их характере, и на поведении, и на особенностях внешнего вида. К сведению, это крупные животные, серьезные, храбрые, наделенные высоким интеллектом. Сравнительная характеристика. Алабай – это сильная сторожевая собака, родиной которой считается Туркмения. Эту породу вывели для охраны домов и стад. Воспитывать ее тяжело. Но при правильном подходе это животное станет лучшим другом своему хозяину. Важно! Для проживания в квартире эта собака не приспособлена. Ей нужен простор. Кавказских овчарок также выводили как сторожевую породу. Но при этом она отличается еще более своенравным характером, чем алабай. Даже при правильной дрессировке такое животное признает только одного хозяина, которого считает главным в доме. Внешнее отличие. Главная общая черта для представителей обеих пород – это большой рост и вес именно из-за них на этих собак обращают. Внимание владельцы частных домов. Если говорить о других внешних особенностях пород, то, у алабаев шерсть густая и короткая, у кавказской овчарки более длинная, с толстым подшерстком. Алабаев обязательно нужно купировать уши и хвост. Для кавказцев эта процедура остается на усмотрение хозяина. У алабаев может быть белая, серая, рыжеватая и черная шерсть. Они даже могут быть пятнистыми. У кавказцев более распространен серый окрас, встречается и бурый. Характерной чертой является наличием темной маски на морде, но встречаются животные и без нее. Таким образом, несмотря на внешнее сходство, различий между представителями этих пород хватает. И даже человек, далекий от кинологии, может легко разобраться, где здесь алабаи и где кавказская овчарка. А вот с метисами дело обстоит немного труднее. Метис. Различия в характере и отношении к человеку. Чем эти собаки будут отличаться в первую очередь, так это характером. Алабаи считаются не просто самостоятельными и гордыми, но даже в определенной степени самоуверенными и высокомерными. Они неплохо относятся к другим животным, проживающим в доме, могут даже хорошо уживаться с остальными собаками. Обратите внимание, алабаи считают себя хозяином только на территории, которую определяют как свою. За ее пределами они к незнакомцам относятся нейтрально. Алабаи, несмотря на свою гордость и независимость, прекрасно чувствуют настроение хозяина, часто такой пес становится своему владельцу. Хорошим другом, но только в том случае, если он воспитывал и дрессировал щенка с самого нежного возраста. Алабаи пестрого окраса. Интересно, что в характере алабаев заметны гендерные различия. Кобели ведут себя более агрессивно, они отличаются храбростью и неприятием к чужакам на своей территории. Суки ведут себя более осторожно и даже могут действовать хитростью, к прямой агрессии они переходят реже. Кавказцы – это порода, которую также называют преданной хозяину. Но при этом, ее представители очень сдержанно проявляют свои чувства и являются более независимыми и самостоятельными по сравнению с алабаями. Кроме того, кавказцы выбирают только одного хозяина, а к остальным членам семьи могут проявлять агрессию. Чтобы ее искоренить, придется немало потрудиться. В этом тоже состоит отличие между породами, поскольку алабаи по отношению к семье настроены нейтрально. К сведению, если сравнить продолжительность жизни представителей этих пород, то у алабаев она в среднем немного больше – 12-15 лет. В то время как кавказские овчарки в среднем живут 10-11 лет. Кто же сильнее? Алабай против кавказской овчарки – популярная тема в любом обсуждении этих пород. Чаще всего людей интересует, кто же сильнее? Однако на самом деле однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от того, насколько хорошо ухаживают за собакой, как ее дрессируют, имеет значение и собачий характер. Если говорить исключительно о боевых характеристиках, то кавказец превосходит алабая быстротой реакции и способностью предугадывать действия противника. Считается, что характер у кавказца более мягкий, но на самом деле в бою эти псы достаточно агрессивны, часто стремятся именно таким способом показать, кто тут главный. Бойцеовские качества кавказских овчарок. С точки зрения исключительно физической силы пальма первенство может остаться за алабаем, поскольку он крупнее и больше весит, а еще славится своей железной хваткой. Сравнение психологии представителей этих пород позволяет прийти к выводу, что в целом они очень похожи. Алабай тоже часто действует продуманно и стараются понять тактику ведения боя. Они уступают противнику в скорости реакции, но это практически незаметно, поскольку они постоянно атакуют, стараясь вымотать врага. Вот почему нельзя дать однозначный ответ на вопрос, кто сильнее. Исход поединка между этими портами зачастую вообще зависит от воли случая. Кого лучше завести, кавказцы или алабая? Взрослый представитель любой из этих пород станет отличным сторожем. Но, помимо его служебных характеристик, следует при выборе учитывать и особенности ухода за этими животными. Например, шерсть алабая не нуждается в особом уходе, она не спутывается, ее легко привести в порядок. А вот кавказцы нуждаются в регулярном вычесывании, причем как минимум трижды в неделю. Кроме того, выпуск такого животного на свежий воздух в городских условиях всегда связан с определенными трудностями, так как на подводке кавказцы гулять не любят. Так что при прочих равных условиях стоит подумать о том, чтобы завести алабая. Помесь кавказской овчарки и алабая, отличительные черты внешнего вида. Щенок, получившийся в результате смешения пород, выглядит очень похожим на алабаев, хотя является метисом, и продавать таких псов. Как чистопородных животных заводчики просто не имеют права. Обратите внимание, помесь алабаев и кавказцев обладает всеми преимуществами этих пород. У таких метисов сильное тело, но они чуть ниже ростом, чем чистопородные животные и зачастую выглядят более приземистыми, тем более, что и лапы у них толще. Шерсть у них растет более длинная и густая, поэтому показателю они ближе к кавказцам. Хвост метисам редко купируют, и как и у кавказцев, он вырастает длинным и пушистым. Свет тоже будет смешенным, от бурового и серого до выраженного коричневого и белого, а вот пятна у таких животных бывают редко. Новая черта, более темная окраска верхней части головы, но маска как таковая отсутствует. С точки зрения характера метисы унаследовали больше черт кавказцев, так что те, кто покупает таких животных, должны больше внимания уделять их воспитанию. А для этого стоит еще раз ознакомиться с описанием родителей.